приветствую друзья сегодня у нас на обзоре hi-fi аудиоплеер фио x1 второго поколения пришел на такой коробочке с надписью hi-res фио вот так вот выглядят есть три расцветки ближе к золоту черный и такой металлик у меня черного цвета сбоку написано music от happy то есть музыка и счастье сзади некоторые характеристики есть тут есть слой для того чтобы проверить оригинальность устройства снизу ничего сверху ничего внутри этой коробочки находится еще одна коробочка вот такого вида более простая но также с фирменным логотипом фио в комплектации что же у нас шло друзья у меня в комплектации шла карта памяти на 16 гигабайт с музыкой не знаю должна идти такая стандартам или нет но у меня уже внутри плеера была карта памяти также кабель usb micro usb для зарядки и синхронизации есть вот такие вот пленочки полноценные на экран в комплекте можно увидеть пленка только закрывает экран а вот можно поклеить и такие которые полностью закроют переднюю часть которая состоит из стекла две пленочки инструкция по эксплуатации на английском и китайском языках гарантийный талон и две пары наклеек белого и черного цвета под карбон не знаю кому-то это нравится есть мысль о том что благодаря этим наклейкам player сохраняет дольше свой внешний вид но с другой стороны друзья хороший по эргономике player как-то прятать внутрь бумаги не знаю я не понимаю таких людей и конечно же шоу комплекте вот такой силиконовый чехольчик чехольчик удобный попробовал походил с ним действительно не сильно скрадывает размеры но с другой стороны сами ощущения в нем конечно становится похуже то есть вместо того чтобы чувствовать металл мы чувствуем пластик но если надо кидать в карман в сумку лучше конечно вот так а если пользоваться очень аккуратненько сделать или прикупить к нему более дорогой чехол например какой-нибудь плана карман и тогда будет еще лучше рассмотрим сам аппарат друзья плеер выглядит вот таким вот образом сейчас он у меня ушел состояние сна будем его так что мы здесь видим на передней части у нас экранчик 320 на 240 углы обзора как обычно не очень хорошие четыре кнопки и средняя кнопка ok кнопка меню кнопка назад и кнопки перемотки также можно видеть индикаторный светодиод он горит красным цветом когда заряжается зеленым цветом когда заряжены когда работает синим цветом в общем он если выключить плеер будет белого цвета вот это вот сенсорное колесо кому-то нравится друзья знаете пришел к какой мысли мне кажется что здесь было удобнее сделать сенсорный квадрат то есть чтобы вот так вот можно было вверх-вниз делать а не крутить по кругу с другой стороны вроде как по кругу как под ipod интересно но не знаю в принципе удобно и как слышите есть звук этот звук можно отключать в настройках звучит какой-то внутренний генератор звуковой судя по всему он есть можно отключить кому не нравится это то есть такая имитация того что здесь все таки есть какое-то механическое колесо ну я бы сказал здорово на передней части у нас стекло то есть все это закрыто стеклом поэтому нам положили вот такие пленочки которые позволяют нам защитить полностью весь всю переднюю часть в отличие от фио x1 все остальные стороны выполнены из металла фио x1 двенадцать двадцать 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 один написано у нас есть в руке плеер лежит гораздо приятнее чем когда тут были прямые углы ну в общем то здорово на правой части ничего нет на левой части у нас кнопка включения качель громкости кнопки приятные с таким мягким приятным кликом на задней части только надписи служебные high-res audio fio x1 1221 написано у меня 5 вольт 2 ампера это зарядка кстати заряжается он на такой зарядке примерно три часа и работает более 12 часов сверху ничего снизу карта памяти у меня тут установлена на 64 гигабайта micro usb и сдвоенный разъем это у нас линейный выход и наушники пробовал здесь воткнуть от и джи от и джи здесь не поддерживается внешне очень приятный плеер в руке лежит отлично руку холодит но в общем по эргономике мне кажется сделали огромный шаг вперед то есть в отличие от фио x1 здесь гораздо интереснее гораздо лучше выглядит приятнее но вот как я уже говорил на распаковке что на мой взгляд с такой эргономикой с таким дизайном аппарата могла вполне выпустить компания apple то есть очень круто очень здорово спорный вопрос относительно сенсорного колеса мне например кажется что либо здесь сенсорную площадку делать либо делать механическое колесо мне механическое колесо было больше по вкусу но с другой стороны такой подход не сломается то есть нет механики ломаться нечему прослужит дольше и наверное гораздо лучше в плане отсутствия ремонта то есть купили один раз и пользуйтесь и знаете что это прослужит долго кнопочки отличные тоже металлические не дребезжат все сделано просто шикарно друзья сделано на 5 с плюсом аппарат выглядит очень очень стильно поговорим об интерфейсе так и запущу композицию основной интерфейс выглядит вот таким вот образом то есть у нас разделено на пять пунктов это сейчас воспроизводится категории просмотр файлов то есть здесь папки настройки воспроизведения и общие настройки плеера при воспроизведении у нас отображается заставка альбома кроме того есть индикатор прогресса есть надпись что эквалайзер отключен 46 пунктов из 100 по громкости громкость кстати вот этим колесом никак не регулируется регулируется только вот так если зажать вот так вот тогда можно при помощи колеса регулировать то есть регулировать можно но для этого надо зажать сначала среднюю кнопку при нажатии меню у нас появляется дополнительные менюшки здесь можно изменить shuffle здесь можно повторы изменить и можно удалить композицию если это нужно вот удалить этот файл ну кому как в настройках зайдем сначала в настройки воспроизведения здесь режим воспроизведения режим возобновления воспроизведения без пауз максимальная громкость громкость по умолчанию здесь же можно выставить эквалайзер к сожалению на текущий момент эквалайзер у меня с флейк и и не работает а mp3 слушаю крайне редко режим линейного выхода здесь можно линейный выход регулировать плюсом минусом то есть громкостью самого аппарата фиксированный уровень баланс и воспроизведение через папки переключение режимов усиления здесь к сожалению нет то есть усилитель всегда работает на полную мощность медиабиблиотеки bluetooth для работы с bluetooth надо его для начала включить вот bluetooth включен подождите ждем пока запустится так настройки bluetooth заходим поиск устройства и подключенное устройство у меня сейчас подключен x1 вот он тут находится давайте попробуем что-нибудь воспроизвести ну вот так вот то есть вот без всяких проводов работает по bluetooth для тех кто занимается спортом это без сомнения мега плюс потому что никаких проводов не надо с другой стороны следует отметить что aptx тут нет то есть lossless bluetooth как его еще называют здесь не поддерживается но на текущий момент возможно в будущем сделают это но пока этого нет яркость режим ожидания настройка кнопок блока управления то есть какие кнопки будут работать на заблокированном экране в данном случае у меня громкость и средняя кнопка работают таймер режима ожидания таймер сна здесь присутствует режим сна то есть аппарата через какое-то время заданное уходит глубокий сон и его не надо будет выключать включать то есть мы его просто разблокируем он просыпается за несколько секунд и уже готов работать в продолжении если бы он выключался полностью надо было включать видеть начальную заставку это гораздо экономит время что у нас есть режим юсби здесь есть память и есть режим авто то есть в чем смысл смысл в том что если данный плеер подключен в автомобиле то есть когда мы включаем двигатель player у нас включается когда двигатель отключаем player выключается удобная往ина функция для автомобиля но у меня автомобиля нет поэтому данную функцию лично я не использую. По поводу режима Line Out. Поскольку наушники подключаемы в один разъем, то мы можем выбирать, слушать их как музыку или как Line Out. И поскольку есть регулировка громкости, можно включать любую. На мой взгляд, разница практически отсутствует между этими двумя режимами. Единственная разница есть по громкости. То есть в режиме наушников где-то на 6-8 пунктов погромче получается. То есть если мы включаем Line Out и настраиваем себе громкость, то при переключении на наушники надо громкость немножечко прибрать, так на 6-8 пунктов. Есть выбор темы, USB-зарядка, управление линейным выходом, отображение имени, обложки, текста и звук колеса прокрутки. Вот все это есть. Также можно выбрать OX1. И здесь видим, что текущая прошивка у меня версии 1.33. Язык, как вы видите, отлично работает язык. То есть язык, перевод хороший, перевод русский. И есть размеры шрифта. Вот то, чего не хватало в FIOX1. Большого шрифта не было, а средний был слишком маленьким. Здесь есть выбор размера шрифта. И также следует отметить, друзья, что данный плеер теперь работает не на собственной какой-то прошивке, а здесь установлен полноценный Linux со своей оболочкой. Есть форматирование памяти и сброс на заводские настройки. Возвращаясь к эквалайзеру. Эквалайзер у нас 7-полосный. Как я уже говорил, работает, наверное, только на MP3 и WAV. На FLAG и EIP у меня не работает. Есть переключения. Есть возможность регулировки. То есть не знаю, насколько он хорош. На текущий момент эквалайзером полноценно я пользоваться не могу. Но в принципе он тут есть. Если вы слушаете MP3 или WAV файлы, то он вам понадобится. Также следует отметить, друзья, поддержку работы гарнитуры. То есть если у вас не наушники, а гарнитура с кнопкой ответа на звонок, кнопкой паузы, то очень удобно пользоваться при помощи гарнитуры. Например, у меня плеер убран в карман. Я прямо на гарнитуре. Нажимаю кнопку паузы. Два раза щелкаю. У меня следующая композиция. Три раза щелкаю предыдущая. То есть довольно удобно на гарнитуре это использовать. Редко какой плеер поддерживает данный функционал. Здесь он есть. И мне кажется, это очень правильно. По поводу железа. Здесь установлен процессор JZ4760B, ЦАП PCM5242, фильтр низких частот OPPO 2322 и усилитель ISL28291. Если сравнивать с FIO X первого поколения, друзья, здесь изменился исключительно только ЦАП. Все остальное осталось то же самое. С другой стороны, изменение ЦАПа повлекло за собой улучшение звука. И данный плеер, если сравнивать его с FIO X1, у меня просили сравнить, я могу сказать, что по качеству звучания данный плеер, на мой взгляд, превосходит FIO X первого поколения. Причем не только по звучанию, но также и по эргономике, по функционалу. Но, на мой взгляд, если вы выбираете между первым и вторым поколением, лучше остановиться именно на втором поколении. Коротко я могу сказать, что в отличие от основного косяка X первого, то есть там были проблемы с низкими частотами, в данном плеере ситуация гораздо лучше. То есть здесь низких частот больше, они есть, и как бы слушать музыку стало гораздо приятнее. Следует добавить, что рекомендуемые наушники это от 16 до 100 Ом, диапазон частот от 5 до 60 кГц, также батарея здесь 1800 мАч, вес 102 грамма заявленный, и максимальное разрешение звука до 192 кГц от 24 бита. Но Wave и еще iV, по-моему, поддерживает 32-битный формат. Если мы рассмотрим диаграммы, предложенные на официальном сайте FIO, то можно увидеть, что мы имеем небольшую дисторцию на 14 кГц и на выходе для наушников на 20 Гц, а также имеем небольшой спад низких частот от 10 до 100 Гц и существенный спад от 5 до 10 Гц. Данный плеер у нас поддерживает от 5 Гц. Не знаю, кому это нужно, потому что большинство наушников работают от 30 Гц и выше. 5-10 Гц, не знаю. Возможно, кому-то нужно, и у кого-то аппаратура данные частоты поддерживает. Говоря о звуке, друзья, Sub Bass имеет правильную глубину, приятный, обволакивающий. Баса ровно столько, сколько его должно быть. Без всяких попсовых подъемов, для тех, кто любит баса побольше, выбираем соответствующие наушники. Контрабас звучит естественно, но стоит отметить, что местами глубины чуть-чуть не хватает. Есть вот такой нюансик. Середина имеет отличную детализацию, шикарно передает эмоциональность композиции. Вокал находится на своем месте, и благодаря отличной разборчивости инструментов и добротному разделению планов, плеер просто шикарно подходит даже для воспроизведения сложных джазовых композиций. На ВЧ есть небольшой фильтр, что несколько влияет на их восприятие, но для большинства это будет только плюсом, так как позволяет избавляться от нескольких высокочастотных проблем. Вовлеченность шикарная, позволяет наслаждаться композицией целиком, и также выслушивать определенные нюансы, моменты, то есть вы сами выбираете, что именно слушать в данном плеере. Здесь нет каких-то навязанных вам акцентов, и это я считаю огромный плюс, потому что в какой-то профессиональной аппаратуре все подается примерно точно так же. В звучании нет никакого смешения, кучности, все инструменты звучат правильно, хорошо очерчены, и позволяют полностью погрузиться в композицию. Говоря откровенно, это лучшее, что я слушал за последнее время, включая такие плееры, как HIDIS AP100 и Hi-Fi MAN 601. Поддержка Bluetooth явно пригодится в спортзале, хорошее время работы, очень удобно управлять с пульта гарнитуры, приятное сенсорное колесо, но самое главное, друзья, великолепный за свои деньги звук. Даже захочется придраться, но придраться тут не получится. Отлично проработанный по всему частотному диапазону, с хорошей детализацией, прекрасным разделением инструментов и шикарной вовлеченностью. Рекомендуется для любых жанров, даже тем, кому нужен супер бас или определенные звуковые деформации. Их легко можно добиться при помощи подбора наушников. Я считаю, что это наиболее правильный подход. Изначальный сигнал должен быть правильным, а уж потом его можно подгонять под собственные нужды и вкусы. Тем более, что вкусы порой меняются. И таким образом мы сэкономим на устройстве. То есть устройство будет одно, подбирая наушники, мы как бы именно очень тонко под себя подстраиваем звук. Что я могу сказать, друзья? Плеер рекомендую. Отличный плеер просто в бюджетном сегменте. Конечно, если вы хотите сравнить его с Fio X3-2 или X5-2, естественно, данный плеер будет послабее. Это вне всяких сомнений. Но с другой стороны, в своей ценовой категории стоит он порядка 100 долларов. Сейчас чуть больше. Это просто шикарный выбор, друзья. Свой звук он отыгрывает на 200%. Очень круто и очень хорошо. На этом всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео, пишите свои комментарии внизу. И текстовый обзор на sinkertech.com появится скорым образом. На этом всем спасибо, друзья. Всем пока. Действительно, действительно, очень классный плеер. Очень удобный, очень приятный. То есть плеер, которым действительно хочется пользоваться. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok